Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. Я хотела спросить. Вы слушаете меня? Да, да. Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос. Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко... Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем еще раз доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». И ваши жалобы, вопросы, какие-то проблемы, вы всем этим можете делиться по телефону нашего прямого эфира. 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. Или писать на наш номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать наш уважаемый эксперт, с опытом руководства Дома управлениями, включая Ригасному Парвалднекс, Айвер Гонтерев. Здравствуйте. Доброе утро, Айвер. Доброе утро. Значит, пока вы будете собираться с мыслями и формулировать вопросы, наверное, перейдем к обсуждению насущной темы. Буквально на днях пришла информация о том, что представитель Ригас Илдумс говорит, что в следующем отопительном сезоне ожидается дальнейшее повышение тарифов на тепловую энергию. И это, по-моему, даже буквально сегодня было сказано в интервью ТВ-3. И напомнил представитель Ригас Илдумс, член правления Ригас Илдумс, что 15 августа вступил в силу последний. Вот тариф, в котором плата за тепловую энергию увеличится на 15%, но это повышение на этом не остановится. И, скорее всего, ожидается еще большее повышение, поскольку повышаются тарифы на Латвэнерго, но тарифы Ригас Илдумс тоже будут повышаться. Вот что можно каким образом прокомментировать и что делать простому человеку, на которого как снежный ком сыпятся все эти новости и просто вызывают ощущение паники? Ну, сейчас глубоко дышать, ждать решения правительства. Ну, смотрим в календарь, это уже август, да. То есть через месяц уже будем ждать, смотреть за погодой и ждать, когда нужно будет подключать тепло. Ну, вот такие сроки уже, реально, вы сами по своему дому, так же, если вы сейчас начнете принимать какого-то рода решения, вы уже их не сможете реализовать по какому-то роду улучшениям. То, что здесь уже стоит просто расслабиться, дышать, да, и понимать, что все мы избиратели, да, и правительство это хорошо понимает, что в стране не такая плохая экономическая ситуация, чтобы в основном, скажем так, массы народа не смогли бы помочь. Да, где-то будет какого-то рода несправедливости, как и в прошлом отопительном сезоне с помощью. Ну, вот, совсем плохо не может быть. Будет плохо, будет трудно, но совсем плохо. Я думаю, что правительство не допустит того, чтобы в массовом порядке начались какого-то рода платежи неспособности и так далее. Так что здесь ждем окончательный вариант помощи государств, потому что государство пришло, не домохозяйство в такой ситуации, а именно государство, да. Ну, и государство нужно решить. Все, что мы сейчас имеем, это какого-то рода запоздалые решения государства по всякого рода решения насчет отопления, насчет утепления домов и так далее. Это результат. У нас, между тем, есть звонок 67212-93-9. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Знаете, мне кажется, что это заколдованный круг. Ну, помощь государства там не может быть вечная. Но если люди начнут экономить, то что меньше тепла будут, то там и Ригас Уданс, естественно, будут повышать свои тарифы. В свое время это уже такое было с Ригас Уданс. Это самое еще, когда был голос Америкса на балконе, тоже Ригас Уданс очень, ну, там поднял, повышал тариф. И слушатель задал вопрос, как так оно, а господин Америкс ответил, потому что люди стали меньше употреблять воды. И, то есть, расходы у Ригас Уданс остались, там, содержание сетей, все такое. То же самое будет с Ригас Уданс. Мы будем экономить, а потом повышать тарифы и платить по-старому, если не больше. Спасибо. Спасибо. Ну, это отчасти правда, отчасти нет, потому что в любой коммунальной сфере есть так называемые фиксированные издержки. То есть, содержание инфраструктуры и так далее, да, которые не зависят от объема, сколько там что-то протекет или будет подано по трубам, да. Отчасти это правда о том, что если сужается оборот компаний, тогда фиксированные косты остаются, и просто их влияние на общую цену больше. Но это только отчасти. Обычно самая большая издержка – это все же поставка того, на чем делается теплоэнергия, да. И сейчас мы знаем, что цена за газ, она велика, да. Также я сам недавно вшел с Риг Силтумсом, есть правая сторона, есть левая сторона. В одной стороне там больше. Больше они могут летом сделать практически все, покрыть теплоэнергию, произведя ее из древесины, из чайл, древесины, да, я понимаю. И второй стороне меньше, да. Но как начинает зима, так и так без газа никак. Как, да, ну, что творится сейчас в рынке газа, мы сами видим, да, там, ну, это кошмар. Это и результат, но вот то, что упомянула радиослушательница про Рига Суденц, Рига Суденц опять подала заявление в Совет о том, что им необходимо еще раз поднимать тариф еще раз около 17-18%. Так что будем наблюдать также и за этим решением. Но, в принципе, сейчас мы видим, как вся экономика, в том числе коммунальная сфера, она попадает в так называемую спираль инфляции, да, где одно повышение тарифов на что-то одном неизбежно повышает тариф на что-то другом и так по кругу. И вот что самое такое страшное, потому что если повышаются все коммунальные издержки, как мы знаем, на основании коммунальных издержек свет, теплоэнергия, вода, это лежит в основании любой продукции или услуги. То есть, ну, без этих издержек мы никак не можем предоставить ни одну фактическую услугу или что-то произвести. Если поднимаются все эти издержки, тогда неизбежно, что поднимаются полностью на все товары, услуги, цены. Но наши зарплаты одновременно с этим не поднимаются. Потому что, в принципе, государство становится труднее из-за того, что и государство, и любая компания, потому что доходная часть-то не меняется, а расходы резко растут. И люди сейчас чаще-чаще начнут приходить своим начальникам и говорят, что им, к сожалению, не хватает зарплаты для того, чтобы погасить все коммунальные издержки. И сейчас будет давление на компании, на учреждения насчет повышения зарплаты, чтобы каким-то образом успеть за инфляцией. Ох, еще вот этим утром в программе латвийского телевидения Рига Спанорама министр благосостояния Гатес Эглийтес сказал, что правительство готово подумать о дополнительных мерах поддержки для компенсации затрат на энергоресурсы, и это может быть повышение минималки. То есть вот насколько эта мера может действительно поддержать? Думаю, что нет, так как, если мы говорим сейчас о самых незащищенных, скажем так, ветерей Латвии, которые получают минималку или около того, тогда государство уже сделали некоторые такие неправильные шаги, которые я считаю, что нужно отменить. Один из них таких, что если человек где-то подрабатывает, то за него работодатель должен заплатить полную ставку уже по минималке. То есть если повысить еще минималку, значит, для тех людей, которые, например, работают неполный рабочий день, ты как работодатель должен будешь заплатить еще больше налогов. То есть здесь очень внимательно нужно просматривать, что мы делаем и почему мы делаем. Также есть для сейчас небольших компаний, которые чем-то сами занимаются, что-то сами пытаются сделать, есть налог так называемый на членоправление. То есть если я сам на себя работаю, то я сам себе зарплату не плачу. Но по понятию государства, если у меня оборот компания, что-то маленькое я произвожу, продаю там свыше 2500 евро, я должен так и так заплатить налог за членоправление. Хотя я там себе не плачу зарплату. И также все эти изменения, они повлекут за собой целую цепочку вот таких второстепенных повышенных налогов. Я думаю, что вот те предприниматели, которые наконец-то смогли вылезти и легализоваться, да, они опять уйдут в серую сферу. Здесь с налогами очень внимательно, потому что здесь не только минимальная зарплата, она за собой влечет целую цепочку всяких других вопросов, которые связаны. И, ну, хорошо, вы повышаете минимальную зарплату, но от этого уже больше денег не становится. Ну, если вот есть дворник, который работает, и ему платится минимальная зарплата. Минимальная зарплата платится из-за определения какой-то суммы по обслуживанию. Например, сумма по обслуживанию 50 евроцентов, с которой там 50% занимает эта минимальная зарплата, которая есть сейчас. Ну, ее повысит. Ну, и что дальше? Дальше нам что повышать тоже на столько-то? Идти к шашлюдям, проголосуйте, потому что вот государство приняло вот минимальную зарплату выше, да, но мы должны платить больше сейчас. Или же сейчас на работу, объем работы-то не поменялся. То есть дальше у нас есть вариант. Хорошо, мы тогда сделаем поменьше у него загруженность. Загруженность, да, да, вот загруженность. Не 100%, а 80%. Но все равно ты налоги должен заплатить, минимальные зарплаты, которые сейчас выше, то есть опять в никуда, да, да. То есть нет, нет, это, ну, я понимаю, что сейчас ищутся какого-то рода, и понимаю гадость, что ищутся сейчас какого-то рода варианты, чтобы в целом выравнить ситуацию, да, но то, что я могу призывать, очень осторожным быть, потому что есть уйма еще вопросов вокруг минимальной зарплаты, которые не решаются на этом. Например, во время прошлого ковида вот все эти странные законы, которые вот гласили, что там ты должен платить за налог за члены правления в своей компании, где ты сам себе не плачешь зарплату, да, они были отменены, да, почему-то вот ковид закончился, и все забыли про это. Все считали, что у нас экономик цветет, и малые предприниматели, которые уж каким-то образом что-то стараются выходить из серой зоны и регистрировать свои компании, вот с каким-то маленьким оборотом что-то представлять, какого-то рода услуги, про них опять забыли, да, и вот хопс, и поставили, вот, платили. Так что вот, ну, здесь осторожно очень с этим, с такими инструментами. Я напомню, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны в нашей студии, программа «Добро пожаловаться». Сегодня на ваши вопросы отвечает наш эксперт Айвар Гонтарев. Ну, и писать можно на номер 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1, задавайте ваши вопросы. В Великобритании сейчас переходит на режим жесткой экономии, там, по-моему, мы обратились к жителям с просьбой принимать душ покороче, действительно нет воды, и чтобы сократить количество потребляемой воды, вот просят реже принимать душ и чуть ли не реже смывать в туалете, потому что, то есть там воду экономят очень-очень сильно. Ожидается ли что-то такое? То есть вот я понимаю, что там высохла темза, но вот везде в связи с высокими температурами, с засухами начинается такая вот безумная экономия. Нас может такое ожидать? Думаю, что нет. Но у них наружный фактор, у них просто нехватка определенного ресурса, да, из этого это вызвано тем. Ну, у нас же нехватка ресурсов нет, просто оно будет стоить дороже. Каждый там по... Я знал таких людей, которые уже давным-давно обращались, да, это было связано, конечно же, с потерями воды, там, где пенсионеры, они так и так еле сводили, еще в то время, это было лет 10 обратно, концы с концами, они вот показывали мне вот реально, что они сколько раз не смывают бычок, как они реально экономят все воду, да, и сколько у нее эта разница, все равно на нее ложится, что, ну, вот тут как так, вот такая несправедливость, да, вот эта часть, которой сейчас нужно защищать государство. Доброе утро. Да, звонок. Вот у меня такой вечный вопрос, извечный. Вот нас тут хотят какую-то Швейцарию вроде бы устроить. Косят газоны, надо, не надо, до земли, черная земля. Просто как борьба с зеленой травкой. Я уже говорила вам, что у меня тут под балконом росли ландыши, а теперь голая земля. Ну, и какая экономия? Вот пригнали, наверное, в пятницу, техники сюда нагнали. Травка-муравка тут, ну, может, 4 сантиметра. Вообще, какие параметры? Не подсевец, тут лобяки просто голые, голая земля, они ходят, это только пыль. И мужиков нагнали с этими, заключили какие-то, наверное, договора с фирмой этой, косителем, и перекачивают туда наши денежки. Ну, вот Швейцария, травку тут убирают. А рядом, где мусорные баки стоят, да, полный клондайк, болото. Нет бы площадку, это хоть как-то ее загрунтовали там, или плиты положили, ну, вообще болото. И туда все стекает с ящиков, машина там паркуется. Вот вам Швейцария наша картина. Спасибо. Да, человек уже бросил трубку. Я хотел спросить, что, ну, обращалась ли она в домоуправление, насколько с этой ситуацией, или просто только вот возмущалась? Ну, наверное, стандартная ситуация, какая-то общая закупка, да, при которой там есть самая низкая цена, и просто там чем больше покосов за этот период будет, тем всем лучше, в кавычках, да, финансиально. Вот и кость там, надо или не надо. Ну, вот это происходит в тех случаях, когда дом не перенят, и не вы принимаете решение, а кто-то за вами принимает решение там, вот. Им нужно, чтобы было пять покосов, да, или четыре покосов в этот период. Вот они делают там четыре или пять покосов, надо или не надо. Так что там, там, здесь, ну, комментариев нет, здесь просто нужно смотреть, кто является домом правом, и тогда общаться с ними, но я думаю, что справедливости вы не добьетесь. Ну, они скажут, ну, мы замерили где-то, там была травка 20 сантиметров, там здесь посередине где-то что-то выжжено, и вообще нет толка смысла что-то косить там, ну, не докажете. Да, к сожалению, вот знаю, как обычно работает эта машинерия огромная, если это дом РМП. Так что, ну, к сожалению, вот, пока не перенять дом и самим не решать эти вопросы, когда косить, где косить, в каком объеме косить, кому давать косить. То есть это ваш дворник будет косить, и ему купить просто косилку, да, или какой-то из постоянных суп-подрядчиков, который знает, где ваши цветочки, и где нужно косить, какие части, и сколько это реально стоит. Ну, тем временем, всегда так будет, ну, поймите, не вы сейчас решаете, а за вас кто-то решает. И бывает, что они из-за того объема, который у них есть, они ошибочные решения принимают. Ну, вот, это мы, Сергей, мне, каждую передачу, как бы, вам доносим, что там, что до тех пор, пока вы сами не будете решать своим домом, до тех пор, вот, всякого такого рода вопроса, они будут так решаться. Не так, как вам надо, так, как кому-то другому надо. Кому-то другому, ну, это может быть косильщик, да, потому что ему нужно заработать, ему нужно вот откосить этим летом, там, шесть-семь раз. Вот он и не откашивает, да, по какому-то алгоритму, да, никого особо не спрашивает. Всем нужно кушать. А каким образом, вот, сам процесс перенятия домов, он сейчас происходит, сейчас мы приймем еще один звонок. Здравствуйте. Вот, извините, я второй раз в продолжении вот этой слушательницы. Ну, а вот хорошо, у нас бедры бы, да, вроде бы нам упарвал нефс, ну, мы с нами упарвал нефс, да, ну, апса не хватает. Они, вот, действительно, там никаких, как говорят, 10 сантиметров, если выше надо косить. Там 4-5 сантиметров, и опять, действительно, была черная земля, и вчера у него они идут и, как бы, пашут уже буквально эту землю. Они не должны все-таки, как бы, согласовать с нами, или хотя бы оповестить, чтобы, ну, чтобы... Потому что наш Валдес Прекшин, это, если он ничего не знает об этом, вот как они там косят, и спасибо. Ну, здесь, я так понимаю, ситуация, что дом перенят, и управлять им бедры бы, и дом прав уже как исполнитель просто, да, ну, тогда дается план, план покоса, согласуется заранее, и косится там, ну, где вот нужно косить. Так что здесь это вопрос координации по роду работ, да. Ну, и тогда, если никто не показывает пальцем о том, что, ребята, вот там, где вот площадка, и там, где трава не доросла, там не нужно косить, и эту площадь не нужно ставить нам в счет, ну, косить же он просто, вот ему дан план, там тысяч квадратных метров, значит, тысяч квадратных метров. Он проходит и проходит, да, но он же не считает, там, здесь было 4 сантиметра, здесь 15, он просто идет, идет. Это просто рабочий, ну, чтобы поняли, да, кто-то ему должен дать задание, да, это тогда должно, должен договариваться председатель с исполнителем, ну, в этом случае с РМП, и РМП дальше с косильщиком трава. Между тем, тема, я понимаю, заинтриговала. Слушатели, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, это еще зависит от самих косильщиков, потому что у нас, например, во дворе, они все клумбы обходят, они их не трогают. Там, где цветы, там, где кустики, они все это обходят. Это именно вот косильщики сами отвечают часто за это. Спасибо. Спасибо. Ну, да, конечно, есть косильщики, которые там уникают в суть работы, понимают, вот клумбы, вот цветочек, да, давай-ка я обойду, да. Ну, есть всякие люди, есть всякие исполнители, но в основном это должно координироваться сверху, да, с теми, которые дают задания им. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вот, а поясните, как должно быть? Вот вы говорите, план. Ну, план составляется, как бы, там, в начале года нам присылают, а там кто знает, как трава будет расти. Если сухое лето, она не растет, если дождливая, растет. Ну, а по факту, так как вот в этом году вот тут действительно было еще земля, вот видно земля, и они опять вот косят. Вот, ну, вот не должны все-таки как-то потом так проинформировать хотя бы вот бедры бы, да, у нас бедры бы мы переняли, да, мы еще так, но все равно вот есть вещи, которые они не согласовывают. Вот надо им там действительно сколько-то покосов, вот и косят землю. Спасибо. Смотрите, план нужен тогда, когда у вас есть какого-то рода посаженцы, и не нужно косить по всей территории, которая у вас есть как прилегаемая, да, то есть тогда вот достается план, на плане показываются места, которые нужно косить и так далее. Дальше. С исполнителем нужно договариваться тогда каждый раз о объеме работы, да, сколько воротных метров будет покошено, что и вычитывается с тех воротных метров те, где не надо косить на данный момент, да, но это вопрос координации, да. Это вот встречается на поле с планом тогда председатель или кто-то другой, кому это делегировано, и говорит, вот здесь косим, вот здесь косим, вот здесь косим. По нашим расчетам это 50 квадратных метров. 50 метров стоит столько-столько центов, да, вот и все, вот таким образом, там и там не косим, то есть, ну, это практическая организация любой работы. Вот так же, как, я не знаю, ну, спуститься вниз с сантехниками вместе и сказать, ребята, вот меняем трубу отсюда до туда, да, дальше не лезем, да, ну, и тогда ты точно знаешь, что вот столько-то поменяли то, что ты заказал, то и поменяли, а не пойдите в подвал, что-то сделаете, да. Это вопрос, какие задачи, насколько четкие они даются, да, руководством, и потом контролируется на исполнение, вот и все. Ну, это так про любую задачу можно сказать. Если сказать косильшку, о, тебе коси отсюда до туда, оттуда до сюда, да, это будет 50-60 метров, да, и мы тебе заплатим за вот обратный метр столько-столько-столько. Все. Вопрос, когда задача. А сколько еще неперенятых домов, и происходит ли этот процесс постепенно? Сейчас, одну секунду. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите. Нету звонка, другая линия. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе. Вот по этому животрепещущему вопросу, по поводу ландышей, черной земли, покосов, я бы предложила не забывать один закон природы, можно так сказать, смотреть, кому, смотри, кому это выгодно. А выгодно вот эти дурацкие работы, которые люди делают не как люди, а как роботы. Вот и все. Значит, это выгодно тем, которые запланировали эти расходы в конце предыдущего года. И эти денежки, положенные на эти расходы, возможно, уже давно истрачены на другое. Вот и все. Смотри, кому выгодно. Спасибо. Спасибо. Сразу еще один звонок. Принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ой. У вас небольшое эхо, просто выключите радио, тогда вы будете все слышать в телефоне. Хорошо. Здравствуйте. Пожалуйста. Да, вы говорите, вы в эфире. Да. В тянетках. Сейчас у нас под окном именно косит. Это самое, голую траву косит. Меня волнует не это, он кост, пусть косит. Меня волнует то, что у нас совершенно пропали эти самые маленькие птички, эти воробьи. Ни одного воробья нет. Ну, что это такое? И все волнует, что закрыли мусоропровода. Я больной человек. Не могу спуститься так с этими мешочками на первый этаж. Я живу на девятом, и я бросаю за окно. И это меня очень волнует, мне это неудобно. Что делать, как быть? Подождите, но вы бросаете, но вы их потом спускаетесь и подбираете, да? Или каким образом? Нет, не подбираю двух подбирать. Не подбираю, я не могу спускаться. Я не лежатый человек. И это, что лежатый человек, я не могу спускаться. Я раньше спускалась с этих 5-6 ступенек у свой мусоропровод и там бросала. Но у меня нет. У старого человека за 80 лет у меня нет никакого такого мусора. Ну, шелуха от яйца, от лука, от картошки. Ну, такой пакетик. От таблеток эти пластинки использованы. И все, там бумажки, палаченцы бумажные, кусочки и все. И зачем спускаться? Я бросала мусоропровод. Ну, нельзя же было так совсем наглухо загорить. И мы теперь, я смотрю, что это будет на свалках. Будут стоять эти пакеты, коробки, ящики, всякие, завязанные пакеты. Что там делаться будет на свалке. Одно это будет все не переборать никогда. Меня это очень волнует. Спасибо. Да, заварены эти мусоропроводы. Ну, эту тему мы тоже говорили очень много. Они сейчас, одну секунду, наверное, еще один звонок примем. Здравствуйте. Сорвался. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефоны в нашей студии. Да, но вот можно ли выбрасывать в окно даже по договоренности с... Никак. Никак. Это считается как административное нарушение, как загрязнение, да, и так далее. То есть за это радиослушательница может получить штраф. И, ну, я бы все уже рекомендовал, может быть, можно договориться с соседями, что соседи могут, вы можете оставить свой мусор за дверью. И соседи, когда вот проходят, они с понятием относятся к этому и помогут вам вынести мусор. Ну да, потому что если человеку вообще, вот ему тяжело вообще выходить куда-то. Но, с другой стороны, если он не выходит, то, очевидно, есть какие-то помощники, которые приносят ему продукты. Ну, то есть вот по логике. А если человек есть, который приносит продукты, может быть, его можно и попросить донести мусор. И мусор вынести, да. Потому что здесь странно, потому что если есть определенные там категории людей, к ним приходят также сотрудники Рижской думы, которые заботятся про них, да, и так далее, и тогда они им одновременно могут вынести мусор. Я думаю, что это все-таки такая политическая настройка радиослушательницы. Ну, вы заверили мусоропровод, вот вам я выкидываю свой мусор через окно, так как мне трудно спускаться. Ну, поймите, вы таким образом наказываете дворника, а дворник тут ни при чем. Да, принимали решение Рижская дума, да, там, голосовали за все это, реформы и так далее, а вы наказываете дворника. Ну, не надо так делать. Дворник точно здесь ни при чем. 6-7-212-93-9. Вот есть еще один звонок. Здравствуйте. Прошу прощения, одну фразу. Я очень сочувствую этой несчастной женщине, но я хотела бы сказать вот что. Эту, как я слышала и читала, незаконную операцию по завариванию мусоропроводов Рижская дума сделала незаконно. Вот надо трезвонить умникам Рижской думы, что они предлагают в ее случае. Почему соседям надо? Пусть они присылают своего работника, который будет у нее забирать ее пакетики и выбрасывать. Спасибо. Спасибо. Ну, мы как раз, да, говорили об этом, что, в принципе, полагается социальный работник такого рода людям, и, наверное, он может, ну, и обычно и выполняет такого рода просьбы, чтобы вынести мусор до мусорного большого ящика. Времени не так много. Вот я просто хотел спросить, действительно ли много, ну, остались дома, вот насколько происходит этот процесс перенятия домов, насколько вот люди активно готовы брать на себя вот эти ответственности за свои дома, или этот процесс заостановился? Ну, вот... Не, он происходит. То есть, около четырех тысяч домов сейчас в РМП, там, ну, смело уходит там около больше ста домов в год. Да, то есть, я вижу по людям даже большие дома, где вот казалось, что вот не собрать вот эти коллективные решения, они принимаются, и дома понимают, да, там, что всякого рода дома приходят, уходят, они ставят своих ставников, да, во все компании, там, и учреждения, в том числе в РМП, ну, и, по сути, ничего не меняется. Ну, вот и все. То есть, у каждого, наверное, дома, у каждого человека есть какой-то уровень терпения, да, до которого вы терпите. А когда вы понимаете, а, слушайте, а вот уже соседи переняли там 10 лет обратно, у них было так, вот соседи там 5 лет обратно переняли, у них было так, вот эти недавно переняли, у них было так. Ну, если этот опыт более-менее положительный, да, там, без каких-то происшествий, да, и так далее, ну, тогда это больше вдохновляет, вдохновляет, и остальных собираться и принимать решения, потому что, ну, не идет речь про то, что нужно уходить от РМП, нужно перенимать на себя право управления, а кому передавать уже это второстепенно. У нас еще один звонок, наверное, последний. Я вот второй раз звоню, потому что вы на второй мой вопрос не ответили. Вот эти мусорные контейнеры где стоят? Как эту площадку, чтобы обустроили, чтобы там болота не было? А вот сейчас это во дворе идет дворник и фукает этим своим пылесосом, как Карлсона, Карлсон мальчика учил, да, дуй во все стороны, пусть мусор разлетается. Так же это тут и деревья цветут, и все, и легочники, и это все воздух, и этот дым от этого фукалки. Тут дворник появляется раз в неделю, но неужели с метлой нельзя сместить эти, что с деревьев семена падают, да? И вот эта земля, трава бы была, так не шло бы, это пыль такая, а скошена до земли, это пыль у небеса, да, облаков. Ладно, все. Вот расскажите, как мусорники, почему не... Это нам упоролник, тут Грегора 4 обслуживает. Ну, обслуживание такое, что во вред жильцам. Спасибо. Спасибо. Ну, вот вы, наверное, сами ответили на свой вопрос, что обслуживает во вред. Ну, в стандартном случае площадка для вывоза мусора, она просто, вы подаете заявку, или домправ сам должен привести в порядок это раз, если он не приводит, вы подаете заявку, когда это будет сделано, да, там, и он просто ставит в план управления, еще не поздно, и сейчас создаются планы по управлению на следующий год, просто подаете заявку, вот, когда это будет приведено в порядок. Может быть, посмотрите в планах на этот год и предыдущий, может, это уже стояло как работа, просто не ископили денег, да, то есть в первую очередь спросите у домправа, да, когда это будет проведено в порядок. Ну, и все остальное, то, что вы говорили, да, то, что работает во вред и так далее, ну, здесь же просто как любой другой поставщик услуг, как парикмахер, к которому вы ходите, который вам нравится или не нравится, как магазин, где продают хлеб, который вам нравится или не нравится, да, так же самый домправ, да, если он не выполняет задачи, которые, из которых вам важны, вы не можете договориться, вы не можете общаться даже, получить элементарную информацию, ну, зачем вы терпите? Да, и здесь есть два этапа. Один — это перенятие дома в свое управление, и тогда вы можете уже более четко указывать и давать задание, которое должно быть выполнено. Может, тогда ваш диалог с РНП улучшится, да, но если не улучшается, ну, тогда ищите другого, кто вам будет более не лояльно, более будет понимать ваши нужды и помочь тем, что вам важно. Ну, все же просто. А вот с этой конфликтной ситуацией, что дворник использует вот этот ветродуй, который вот очень сильно поднимает, ну, то есть мы видим постоянно, что для того, чтобы листья собрать, это, в принципе, экономит время. Но если все подстрижено, и там много пыли, это поднимает воздух пыли, а люди, может быть, ну, недовольны тем, что у кого-то аллергия на пыль, кто-то вообще, ну, не любит, чтобы в воздухе витала она. Вот как договориться с дворником, чтобы он использовал метлу вместо вот этого приспособления? Никак, потому что если дворник перешел на ветродув, он понимает его эффективность, да, то есть он за час убирает территорию, которую был метлой, и брал там пять или шесть часов. То есть он уже обратно туда не пойдет. Ну, то есть, или же ему нужно платить тогда намного большее, которое связано с издержками его времени, да, но вот на моем опыте те дворники, которые научились работать себе трудуемым, да, ну, они уже с метлой не будут работать и стоять, и зря свое время тратить, потому что они… Эффективность труда намного выше сразу, то есть он и заработать из этого может больше. Вопрос, как это делается, да, потому что они тоже разные есть варианты, громче, чище, да, кому-то может мешать, когда это нужно производить, как далеко там от окон на дороге и так далее, не мешает ли кому-то, то есть это, да, но эффективность труда намного выше, из этого на метло не перейдет. Ну, или искать тогда другого дворника, да, который готов по старому методу с метлой стоять, ну, и тогда нужно спрашивать, сколько он за эту работу хочет, и это потом показывается в цене на обслуживание, да, вот готовы ли все заплатить за это? Вот такой вопрос. Ну, вот я смотрю, что последняя минута пошла, а тут пришел вопрос по поводу того, что с соседнего двора приносят мусор, я думаю, что на этот вопрос мы, может быть, в следующий раз ответим обязательно, ну, потому что у нас, к сожалению, вот нам показывают, что надо завершать программу, Айвар Гонтарев, эксперт с опытом руководства Дома управления, включая РНП, сегодня отвечал на ваши вопросы, большое спасибо, и до следующего понедельника, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин,